Привет, мой прогноз на матч Кубка Италии. Ферентино принимает сам Дорио. Интересный матч нас на самом деле ожидает. И состоится этот матч в среду. Здесь, конечно, очень рискованно. Все-таки Кубок Италии это такая непонятная штука, потому что мы не знаем, какими составами будут играть команды в этом матче. Но давайте все-таки будем рассчитывать, что они сыграют основными составами. Тем более, что график у конкретно этих команд не такой тяжелый. То есть в Еврокубках им играть не приходится. Итак, моя ставка на этот матч 1х, то, что Ферентино не проиграет, плюс обе команды забьют. Коцентр событий 2-0-1. Начнем с того, почему Ферентино на мой взгляд не проиграет. Вообще команда хорошую форму набрала. То есть если у себя дома Ферентино нам традиционно здорово играет, то при этом в последних матчах и на выезде против серьезных команд хорошо играет. Не проиграли Наполи, не проиграли Лацо. Но в домашних матчах вообще очень хорошо играет. То есть в этом сезоне Ферентино в семи матчах одержала 4 победы, один матч завершился в ничью и два поражения. Команда потерпела. Проиграли Роми 2-4 и проиграли как раз таки, как раз таки проиграли сам Дори в начале чемпионата 1-2. Но вот несколько слов об этом матче. Ферентино покинуло огромное количество футболистов в трансферном межсезоне. И так как это был по сути первый домашний матч сезона, новые футболисты не сумели еще сыграться. И вот чисто этим я могу объяснить это поражение. Но даже если смотреть этот матч, там конечно Ферентино была лучше, выглядела предпочтительнее, но не смогла реализовать свои моменты. В этой игре я рассчитываю, что они не проиграют. Тем более, что их формы в данный момент лучше. Касаемо Самдори, это команда, которая очень здорово играет у себя дома. Мы помним победу над Ювентусом. Но в гостевых встречах Самдори традиционно выглядит неудачно. В последнем матче мы тоже видим, что команда играла против не самой серьезной команды. 2-0 вели, в итоге 2-2 сыграли. Ну и если обратиться к гостевым встречам в Самдори в этом сезоне, то в 8 матчах лишь 2 победы, 3-4 поражения. Поэтому я думаю, что Ферентино, находясь в такой форме, не проиграет. Касаемо ставки обе забьют. Обе команды результативные. Да, Ферентино играет с Наполи 0-0 в гостях. Но там была тактика примерно такая же, как и против Ювентуса, когда они в гостях играли. И 0-1 уступили, но при этом играя в меньшинстве почти весь матч. Суть в том, что Ферентино против таких команд на выездах приходит защищаться, играть грамотно, осторожно. У себя дома они всегда играют от атаки. И поэтому во всех матчах Ферентино в этом сезоне забивает. В последних 4 матчах забивает 2 и более мячей. То есть даже Роме 2 забили. Другим командам еще больше забивают. Поэтому я не сомневаюсь, что Ферентино в этом матче сможет забить. Касаемо Самдори команда много пропускает на выездах. Мы тоже можем посмотреть, что очень часто Самдори обе забьют, проходят в выездных матчах. Если у Ферентино в 5 из 7 домашних матчах обе забьют проходят, то у Самдори в гостях она забивает в 5 из 8 матчах, а в 4 из 8 обе забьют проходят. Ну и рассчитываю, учитываю то, что обе команды результативны. Здесь обе забиты должны ставку пройти. Тем более, что в личных встречах в последних четырех матчах между этими двумя командами обе забьют проходят. Поэтому такая моя ставка. Коэффициент будет 2-0-1. Не забываю участвовать в моем конкурсе. Розыгрыш 10 тысяч рублей. Все подробности будут ссылки в описании под этим видео. Там все, что нужно сделать, это два простейших шага. Подписаться на мои соцсети, в том числе на этот канал. Поэтому обязательно подписывайся. Сделать репост во Вконтакте, и ты сможешь побороться за такой серьезный приз. Разыграем мы деньги в прямом эфире в конце декабря. Конкретно когда тоже сможешь узнать в моем паблике Вконтакте. В общем, это все. Успеха тебе желаю. Увидимся в следующих выпусках.